Москвичи, а вы знаете, что казахи вам говорят, что вам не тысяча лет, а 800? И вас основал казахский купец Москау. Поэтому как бы, вот как его звали Москау, так вас все сейчас в мире называют Москау. В Туркестане есть баня 9-10 века. В Туркестане есть баня 9-10 века. А Петр I заставлял мыться и стричься крепостных холопов. То есть вы до сих пор моетесь, не каждый день, я уверена. И имя Иван от слова Айуан, перевод скот. Ну как можно было назвать человека немытого и нестриженного? Конечно, скот. А вот вопрос. Почему в средние века, когда везде была чума, в Центральной Азии ее не было? Ответ прост. Гигиена. У них кроме лаптей ничего своего, даже языка. Часть русских слов состоит из тюркских, украинских, византийских и других. Поэтому наши народы, украинцы и казаки, пострадали больше всего последние 300 лет, уничтожая наши истории и переписывая ее под себя. Кстати, пожалуйста, из французских слов вы имеете, например, ну тут просто читаю комментарии, культура, это не ваше слово, литература, не ваше слово, поэт, поэзия, не ваше. Багаж, гараж, пейзаж, пилот, пилотаж и так далее. В Таразе в 12 веке работала общественная баня, баня Кали-Юнуса. Был водопровод из обожженных глиняных труб. Для строительства привлекали архитекторов из Рима. Вот так, россияне, вот так. Баня построена архитектором из Рима в 12 веке. А что делали вы в 12 веке? Вы вообще знали слово Рим в 12 веке? Или слово баня?